Два закона издревле были в этих горах. Гость неприкосновенен в твоем доме. Кровь убитого смывается только кровью убийцы. Адаты Ингушей. Адаты Ингушей. Адаты Ингушей. Все вместе, братья. Возьмите чарки. Пусть гость наш скажет слово. Будем жить. Будем жить. Пусть обойдет нас беда. Садитесь, садитесь, братья, ешьте. Эй, жончар, что ты сделал с этим приставом? Дырку я бы не сделал. В штанах, что ли, дырку ему сделал? И в штанах тоже. Нашим гостям положи кусок получше. В буро, говорят, унесли царскую почту. Конечно, гостям самое лучшее. Берите, братья, мясо, берите. Получилось свой куш забрать? Конечно. Забрали и раздали бедным людям. Народ бедствует. Вы должны помогать ему. Правильно. Правильно, брат. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Если до тепла не дойду, ждут ли гости в этом дворе? Приходи, свободный человек. Этот дом всегда рад гостям. Заходи. Буря разыгралась. Я уже думал, мать ветров заберет меня. Но, слава Всевышнему, дом ваш виден издалека. В месяц первого иния к перевалу лучше не подниматься. Ветра сильны. Выше девичьей башни все тропы занесло снегом. Этот тур меня завел далеко. Рогами его можно было подпереть крышу этого дома. Такой толстый. Только хотел выстрелить, нога попала между камней. А он, как птица, взлетел и скрылся за утесом. Жирный, круглый был, как сыр. Тяжело, натура, так. Подай чайник. Чтобы согрелся, кинуй ему кондори в чай. Старый база, бил его из одной русской винтовки. Как же по камням с этим прыгать? Это что ли? Это лезвие помнит кровь Гивула. Еще с первого Николая Патчаха. Знакомый мастер из Кубачей сказал, что тут клеймо иранского шейха. Я не расстаюсь с ним никогда. Лучше уж жену оставить, чем такую красавицу-саблю. Ты извини. Видно, охотишься ты основательно. Таким клинком и льва можно одолеть. Я не ходил на тура. Хочешь посмотреть? Бери. Почувствуй оружие. Ты уже взрослый мужчина. Без нужды не вынимай, как говорили наши предки. Ну, тебе можно. Не пора ни руки, юноша. Ею можно перерубить и волос на лету. Принесла его на нашу голову гуря. Солнца и души не дождёшься в этой забытой всевышнем дыре. Последнюю муку выгребла из ящика. Отойди. Какой здоровый. На него и трёх баранов не хватит. На, на, услышь тебя, шайтан. Даже он бы не осмелился к нам заглянуть. Видела, какая сабля у него? Не иначе это Абрек. А может, и сам Доувбик скрывается в наших местах. Зачем Абрекам бедная старуха и сын её, у которых только мешок дырявый? Что мы ещё не утащили? Да твои игрушки из косточек. Не знаю. Абрекам бедная старуха. Абрекам бедная старуха. Сойти. Да, Нана, что такое? Я узнала его, Сойти. Узнала этого шакала. Шрам искривил его лицо, но я узнала. О, Аллах, что нам делать? Да что случилось, я не понимаю. Он убил Зоули. Это он. Если бы я могла тогда поднять оружие, клянусь, я бы выпустила ему кишки. Не поймала я его тогда. Нана, что ты говоришь, как он может прийти в этот дом? Я узнала его, Сойти. Много лет прошло, но тут помню. На нашей свадьбе с твоим отцом. И тот у медвежьего оврага, это он. Аллах, что же делать? Тише, тише, он может услышать. Ты уверена? Ты точно уверена? Это он, он. Ты вернешь кровь, если ты сын своего отца. У него ружье, ты же видела. И он может услышать. Ты вернешь кровь. Испугался? Или ты не мужчина? Я зря носила тебя в животе. Не говори так, Нана. Ружье стоит рядом с ним. Пока солнце не выйдет из-за сахарной головы, я уйду. Ты выведешь его из дома, отведешь к роднику, скажешь, кто ты, чей ты сын, что забираешь с него кровь и убьешь. Будешь стрелять сюда. Сойти так он убил твоего отца? Так же сделаешь ты. Не в лицо. Сюда. Ты хочешь опозорить нас? Он же гость в нашем доме. Что о нас скажут люди? Сойти два раза расплате с возможностью не встретиться. Сейчас его упустим. Больше не поймаем. После того, как выстрелишь, если будет дышать, перережешь горло этой собаки. Ты меня понял? Понял ты меня, Сойти. Питер, Нана, еще иду. Понял, Нана. Я все понял. Питер, Нанана. Д...' Тихо, тихо, мальчик. Тихо, мальчик. Оно заряжено. Не дергайся. Смотри-ка на него. Что случилось с утра? Или ваша одноногая курица ускакала через дыру в сарае? А ты на меня подумал? Я не воришка, мальчик, а охотник. Так что я ни при чем. Пришло время выпустить твою грязную кровь. Ты как со старшими говоришь? Пришло время выпустить твою грязную кровь. Я сын Зоули. Того, чью жизнь ты забрал тогда у Медвежьего оврага. Теперь пришло и твое время. Мужественный человек был твой отец. Я помню его. Если веришь в Бога, молись. Не кричи. Тише, я сказал. Отпусти. 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 Тереченка. Ну что, готова? Никак нет, ваше полдородие. Стопор забило. Пока через речку тащили. Эльби из Гарака именем государя императора по приказу наместника Кавказа генерала дютанта его императорского величества князя Галицкого ты арестован призываю тебя к благоразумию выходи с поднятыми руками Эльби из Гарака сдавайся именем государя императора обещаю тебе справедливый суд ты знаешь их язык? что они там говорят? говорят надеть юбку и выйти за них замуж знаю я их обещания повесят как дохлую кошку пока вороны не склюют пушку еще тащили за перевал видать сам под чах за меня медаль вещал отсюда ты все равно живым не выйдешь ты не похож на трусы, мальчик отца твоего я узнал давно вместе мы были с ним в тюрьме в крепости вместе мы оттуда и бежали долго мы скрывались в заброшенном доме в Таузенгю затем через Фартангу ушли к Мелхискинсам были в отряде Кривого Бауди потом в Моздок за банком ходили мы с твоим отцом тоже вместе храбрый он был человек это был Батако Батако был доносчик надежные люди из буро сказали мне что видели как Батако заходил в крепость к властям в то утро когда я узнал об этом Зоули ждал меня у Медвежьего оврага мы должны были переправить его беременную жену в землю грузи ты убил моего отца зачем с нами должен был идти и Батако спрятав свою жену в укрытии Зоули вышел встречать нас в дороге Батако прибыл первым я увидел их издалека ни секунды больше не хотел дать я жизнь этой собаке я вскинул ружье но Батако схватил твоего отца за пояс и прикрылся им Батако тогда ушел из моих рук я гонялся за ним долгие годы пока не положил его труп у ворот его хозяев как бы то ни было кровь твоего отца на мне как вы оказались здесь это дом отца моей матери она увезла меня из наших мест пока я не верну кровь готова а ну-ка посторонись-ка готова ваше благородие как по маслу что Терещенко нет ли там на линии огня земного населения ах старость интересовался да сам черт их не разберет сын вроде малолетний да старуха полоумная так говорит а ежели был бы кто из мирных давно бы разбежали всякие тараканы по щелям не сомневайтесь не сомневаюсь изводится приказать заряжать ваш заряжай и 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 а и и и и в Не бейся, Гарака! Бросай оружие! Бросай оружие! Ты арестован! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эйпа! Вал, дьявол! Успокойся, мать. Жив твой моляться. Ну что, братцы, на телегу его? И ходу. Эх, как горда птица была. А теперь зароют за гарнизоном. И даже таблички деревянные не поставят. Да. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...